Итак, тема моей проповеди я назвал «Не смотри по сторонам, но смотри на Бога». Знаете, есть много факторов, которые отделяют нас от Господа. Ну, нам свойственно смотреть в одну сторону, там что-то случилось, мы туда посмотрели, там что-то произошло, мы туда посмотрели. Ну, мы как люди ответственные, нам хочется участвовать в некоторых моментах, которые происходят по сторонам. Поэтому я назвал такую проповедь о том, что мы должны смотреть на Бога, потому что все, что вне, оно отвлекает нас от того пути, по которому мы должны идти, и оно отвлекает нас от Бога. Все, что вне. Все, что, если мы смотрим на Господа, то у нас есть гарантия, что мы пройдем этот путь, и мы исполним свое служение или призвание. И я бы хотел начать с одной истории, все мы знаем, да, эту историю, когда Ишуа, он воскрес, это написано в Иоанна, когда он собирает своих учеников, вот, и происходит такая очень-очень интересная беседа. Мы просто начнем как бы сначала, а потом подойдем, ну, к тому, что я говорю. И это написано Иоанна, 21 глава, 15-17 стих. Когда же они обедали, Ишуа говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Ишуа говорит ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Ишуа говорит ему, паси агнцев моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ион, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли ты меня, и сказал, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Ишуа говорит ему, паси агнцев моих. И вот интересно, да, почему Ишуа спросил его трижды? Ну, есть много как бы версий, да, одна из этих версий, говорят о том, что, ну, он же трижды, наверное, отрекся. И вот Ишуа, он все-таки хотел ему трижды, все-таки он же не один раз как бы отрекся. И вот ему три раза напомнить. Сказать, вот, Петр, любишь ли ты меня? Да, Петр, да, Ишуа. Нет, нет, Петр, я тебя спрошу еще один раз, любишь ли ты меня? Ну, конечно, Ишуа, люблю тебя. Нет, нет, а ты же помнишь, что ты три раза. И знаете, и как бы такая вот создается, что вот, ну, почему Петр, почему Ишуа спросил, потому что Петр, он три раза отрекся. Если бы Петр, может быть, отрекся пять раз, то Ишуа бы спросил бы пять раз. Но вы знаете, смотря как бы историю и смотря сердце нашего Господа, то это не совсем, как бы, верная такая вот, ну, подача такая, верное понимание. Потому что мы знаем, что Петр, он проходит через времена мрака. Ему очень тяжело. Он ненавидит свою жизнь за то, что он предал Ишуа. И он очень огорчен, и он очень обижен на то, ну, что он сделал. Почему он сильно огорчен? Потому что, знаете, он при всех, да, при всех учениках, при Ишуе, он сказал, что я ни в коем случае не предам. И потом случилось то, что случилось. Знаете, и когда мы иногда, бывает, говорим, да, то есть все, я хочу, ну, вот, допустим, я хочу изменить свою жизнь. И я вот принимаю решение изменить свою жизнь. Я не хочу жить, как прежде. И проходит время, и смотришь, как бы, ну, то есть ты вроде как бы пообещал, да, что твоя жизнь, ну, я хочу изменить, сделать какой-то выбор, шаг, решение. И у тебя не получилось. Как неприятно. Особенно, когда ты пообещал и себе, пообещал, как бы, да, и там, может быть, другим, и это не получилось в твоей жизни. И очень-очень, как бы, ну, ладно, если бы ты не обещал бы, да, когда очень, как бы, неприятно, то есть, ну, не сдержал слово. И я думаю, и Петр, он проходит через эту вот долину вот этого мрака, огорчения, обиды на себя. Вы знаете, что есть три, как бы, сферы обиды на Бога, на людей, есть на себя. То есть, люди иногда обижаются на себя, что они не исполнили то, что они, ну, должны были исполнить. И приходит осуждение и обида, что я все-таки, ну, такой, как все. Я думал, что я лучше, что я, ну, смогу, а я не смог. Знаете, это очень думать, такое, как все. Знаете, вот Петр, как бы, Ишова об этом не сказал, но Петр сам осознал, но Петр сам осознал, это очень сложная истина. Она важная, но она сложная. Когда ты понимаешь, что ты такой, как все, ну, без, без, без Господа, без Его силы, без Его помощи. И, знаете, и Петр, конечно же, он просто разочарован, он разбит, и он уже не верит, что что-то может, ну, измениться. Мы видим это по истории, он говорит, да ладно, пойду я ловить рыбу. То есть, ну, вот я по жизни рыбак, рыбак я родился, рыбаком я и уйду с этой жизни. То есть, вот такое вот после этого момента у него было переживание. Настолько он ушел, как бы, в пещеру и думает, все, я, моя жизнь, она не изменится. Но, несмотря на это, Ишова задает ему несколько вопросов. В этих вопросах он говорит, что, Петр, я продолжаю в тебя верить. «Независимо, что ты сделал, да, ты был о себе хорошего мнения, ты сделал, может быть, ты даже не думал и не ожидал этого, но без меня люди, они слабы. Но, Петр, я продолжаю в тебя верить». И в жизни Петра что-то загорается внутри него. Потому что таков наш Господь. Аминь. Знаете, интересная история с женщиной, которую привели, да, которая согрешила и спрашивали Ишуа, да, все, что с ней сделать, надо побить ее камнями. Вот. И по закону, как бы, да, Торы, ну, действительно, то есть надо побить камнями. Но Ишуа, он не закрывал глаза на грех, но его милость, его любовь, она была превыше. Его милость и его любовь была превыше. И знаете, и это он говорит Петру. И интересно, что история дальше. История продолжается. Когда Петр восстановил, ну, когда Ишу восстановил Петра, когда он все-таки дал ему надежду посмотреть на себя по-другому, о том, что Господь в него поверил, и в том, что его жизнь, она только-только, ну, налаживается, и все будет хорошо, история идет дальше. Это Иоанна, 18 стих, 21 глава. Истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои и другой припояшит тебя и поведет, куда не хочешь. Сказав же это, давай разуметь, какую смертью Петр прославит Бога и сказав это, говорит ему, иди за мною. И мы видим, что Ишу, когда восстановил Петра, то есть он его вывел с этого состояния мрака, горечи, обиды, безнадежности, он ему приоткрывает, ну, завесу его жизни и служения. Потому что, на самом деле, ну, служить Богу, ну, не так легко и просто. Это, это здорово, это благословенно. И он говорит, что в этих словах, я думаю, что он все-таки говорит о том, что, Петр, ты будешь сталкиваться с разными жизненными ситуациями в своей жизни. У тебя, возможно, будет больше врагов, чем друзей. То есть, и он, ему приоткрывает, как бы, его жизнь. Тут написано, да, он даже дает понимание, какой смертью он умрет. Вот. И, знаете, я думаю, что каждый из нас, приходя к Богу, каждый из нас, я думаю, что Господь, он, мы общаемся с Господом и мы где-то, может быть, отчасти знаем, да, тот путь, по которому мы должны идти. Кто-то знает свое служение, кто-то знает свое призвание. Вот. Может, слава Богу, что мы не все знаем, но частично мы знаем, где мы должны быть, что мы должны делать. И вот Ишуа, он приоткрывает Петру. И идет дальше беседа, интересная. Смотрите, Господь, он восстановил Петра в служении. Он действительно дал ему надежду поверить в себя, потому что Бог, он верит в Петра. Бог приоткрыл ему завесу его жизни, его служения. И идет дальше беседа. И после этого, как бы самое вот интересное. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Ишуа, и который на вечере, преклонившись к груди, его сказал, Господи, кто предаст тебя? Его увидел Петр, говорит Ишуа, Господи, а он что? Ишуа говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Интересный момент. Господь восстанавливает Петра. У него уже, наверное, внутри огромное желание что-то сделать, служить и так далее. Тут он видит очень интересная ситуация. Видит Иоанна. И обращает на него внимание. О том, что Иоанн, возможно, может быть круче всех, вот, и говорит, а что вот с Иоанном? На что Господь говорит ему, да? Что тебе до него? Ты следуй за мной. Знаете, и каждому из нас Господь говорит свою историю жизни. И нам нужно научиться свою жизнь. И не оглядываться, что у кого-то. Всегда кажется, что у кого-то лучше. Ну, всегда, да, у кого-то лучше работа. Кто-то, ну, лучше зарабатывает. У кого-то лучше служение. Кто-то, может быть, ну, как-то вот находится на сцене, проповедует перед аудиторией. А что я? Тут я тут подметаю, просто там разлаживаю стулья. Вот. Ну, как-то вот хотелось бы быть вот там. там вот. То есть, да, или у кого-то, может быть, лучше семья. У кого-то, может быть, красивее жена. Но, знаете, это не просто хорошо, это даже греховно так думать. Знаете, и кажется, что у кого-то, ну, лучше. Кто-то, может быть, играет лучше, чем я, там, на гитаре. Вот я не так играю. И кажется, как будто вот моя жизнь какая-то такая вот блеклая, такая вот, какая-то вот, ну, ну, не такая, как вот у всех. Знаете, есть пословица, кстати, не очень такая хорошая, я искал эту пословицу в Писании, но нигде не нашел. Думаю, может быть, знаете, здесь такая, хорошо там, где нас нет. А слышали такую пословицу? Ну, я вот не нашел в Писании, как бы, ну, подобной как бы, вот нету. Поэтому это, ну, нехорошее как бы пословице. И мы смотрим на кого-то, и мы сравниваем себя, и думаем, что у кого-то все-таки лучше. Лучше жизнь, как-то более устроился, у кого-то служение лучше, семья лучше, работа поинтереснее. Я как-то работаю с утра до вечера и очень сильно устаю, а человек работает 2-3 часа в день и больше зарабатывает. То есть мы как бы оглядываемся на ту жизнь, которая у кого-то. И Петр тоже оглянулся на Иоанна, но Ишуа сказал ему, да, что тебе до него? Ты следуй за мною. И один из важных моментов, что когда мы смотрим не на свою жизнь, не на свое призвание, а на другую, то это останавливает нас развиваться в своем призвании. Когда мы обращаем свой взгляд на другого, что у другого лучше, то мы не развиваемся в том, потому что Бог нам дал свою жизнь и свое призвание. И она не менее важна и не менее нужна. Поэтому очень важно. И одна из причин, почему мы оглядываемся назад, это как вы думаете, одна из причин какая? Почему мы смотрим на кого-то и думаем, вот у кого-то лучше, чем у меня. Вот кто-то на машине такой крутой ездит. У кого-то еще что-то. Как вы думаете? Вы правильно подумали. Одна из причин – это зависть. Знаете, зависть – очень неплохая штука. Я расскажу немножко историю своей студенческой жизни о зависти. Знаете, я когда был немножко помладше студентом, учился там в одном техникуме, то в то время мы жили в коммунальной квартире. Знаете, что такое коммунальная квартира, да? То есть это, значит, как минимум пять доброжелательных соседей. Вот. Может быть даже, как минимум, а может шесть, а может десять. У нас, по-моему, было восемь хороших соседей. Вот. И при этом при восьми соседей один туалет, один душ и одна кухня на всех. В лучшем случае две плиты. Ну и, конечно, у каждого свой как бы небольшой столик, где он может покушать. Так вот, прихожу я с… Знаете, как студенты всегда недоедают. Знаете, есть студенческий такой завтрак, он очень такой маленький. Почему маленький? Потому что надо его быстро съесть, потому что нет времени кушать. Нужно всегда спешить, работать, учиться и так далее. И вот я прилетаю с техникума, голодный, вот, в хорошем настроении, забегаю домой. Знаете, а, еще самое интересное. У нас среди соседей жила одна очень хорошая соседка. И когда, допустим, кто-то покупал что-то, что-то, ну, приобретал, там, допустим, какое-то приобретение, там, посуду, там, или какую-то мыску, она тоже покупала себе такую же точно. То есть она просто, ну, вот, ну, то есть вот есть, как бы, да, люди такие. И вот моя мама, она купила очень классную такую кастрюлю, ну, чтобы варить еду. Вот. И как любой сын в своей семье, он же знает, как бы, да, свои. И я не заметил, как эта соседка покупает такую же кастрюлю. Вот. Я это не видел. И вот я прихожу с учебного заведения, голодный, прихожу, раздеваюсь, там, мама, привет, она говорит, иди на кухню покушай. Я захожу, смотрю, стоит на плите кастрюля с борщом. Думаю, вау, как классно. Я насыпаю себе, сажусь, кушаю, побольше там себе насыпаю, там, мясо насыпаю. Поел, оказывается, мало. Я насыпаю себе еще. И в этот момент, когда я кушаю этот борщ, заходит соседка, подходит к этой кастрюле, сижу я за столом. Она подходит, берет эту кастрюлю, открывает и смотрит. А я кушаю этот борщ со своей же кастрюли. И тут вдруг я понимаю, что я ем борщ не со своей кастрюли. Она так посмотрела на этот борщ, посмотрела на меня. Я думаю, да, ну, как вы думаете, кто виноват, кто прав. Вот такие бывают жизненные, как бы, ситуации. Ну, видите, она хотела всегда иметь то, что есть у кого-то. И, ну, так получилось. И вот дальше мы, так как мы говорим о зависти, я не буду говорить дальше о кастрюлях и борщах. Я зачитаю притчу. Это от Матфея. 20 глава, там, с 1 по 16 стих. Я не буду читать всю притчу. Да, мы эту притчу знаем. Хорошо. Кто знает притчу от Матфея, да, о работниках, да, на винограднике? Вот. И мы знаем, что вышел работодатель, ему нужны работники, вышел на рынок труда, вышел пораньше. И кто встал пораньше, как, да, ну, говорится, да, кто рано встает, тому Бог дает, он увидел двух работников, говорит, что вы тут стоите. Он говорит, ну, вот мы ищем работу, он их нанимает за конкретную, да, там, плату, там, за динарий. Они уходят работать, довольные о том, что их наняли. Потом через время он опять выходит на рынок труда, опять находит, да, там, ну, работников, уже такие, которые любят, может быть, немножко дольше поспать. Но все-таки они еще, ну, как бы, понимают, что нужно поработать. Вот он выходит, нанимает их, они тоже идут. И вот все-таки хозяин думает, да, не, все-таки еще выйду, прогуляюсь вечером. Я немножко, как бы, так с иронией, но можно, да? Вот. И находит еще работников, которые, знаете, так, хорошо поспали, поели, вот они вышли, это уже остается там час до вечера. И, знаете, как работодатель в хорошем настроении, выпил чашечку кофе с утра, думает, да ладно, пожалею их, найму их тоже на работу. И вот он нанимает их, и они все-все-все работают. И вот приходит время расплаты. Я хочу прочитать с 10 стиха. «Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили, и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, а ты сравнял их с нами, перенесши тягость, зноя, дня и зноя». Он же сказал им ответ. «Одному из них, друг, я не обижаю тебя, не за динарию ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». И вот интересный момент, почему они начали роптать? Такой вопрос. Конечно же, они увидели, как-то, ну, если бы не увидели, было бы другое. Они увидели, что кто-то получил больше. И, конечно же, начали себя, ну как это, ну как бы с одной стороны, когда вот мы читаем эту притчу, ну как-то несправедливо, конечно. Я же работал больше. Конечно же, мы же понимаем, как бы, толкование этого Писания, что здесь, возможно, говорится о спасении, о том, что каждый, он имеет, да, право, ну, быть спасен и наследовать Царство Божие. Их становится немножко, как бы, легче. Но с другой стороны, как бы, здесь тоже Иешова, он все-таки говорит, да, о том, о, как бы, о зависти. И вот они расстроились и начали роптать, потому что они начали сравнивать себя с другими. И интересно вот, интересно такая деталь. Смотрите, пока я, вот, допустим, я в своей жизни, вот то, что я имею, я доволен. Не знаю, как вы, я думаю, что вы тоже. Я доволен, в какую одежду я одеваюсь. Там, я доволен, в какую, допустим, обувь я обуваюсь, да. Я доволен, какой телефон я имею. То есть, ну, как бы, я доволен, где я живу. Но до того момента, когда ты увидишь, что у кого-то лучше. Кто-то, вот ты сидишь, да, у кого-то, может быть, о, кроссовки получше. Знаете, одно, один момент мне был такой, я так захотел себе айфон, вот, не знаю, прямо до слез. Так захотел. Ну, у меня хороший, как бы, телефон, это все-то. Ну, вот я вижу там, вот, один, другой, смотрю, как бы, дети мои. Вот. И я думаю, так, ой, так, так хочется. И, как бы, оправдание. Он же, как бы, у меня зрение садится. Он же для глаз хорошо. Все хорошо видно, не расплывая. Так мне захотелось. Знаете, почему? Потому что я ходил до того момента, пока я не посмотрел. У меня все было, у меня было все хорошо, у меня было все замечательно. Знаете, это как у детей, да? Когда ты детям даешь какой-то подарок, они такие довольные, такие счастливые, но видят, что у кого-то получше, они сейчас, ой, это какой-то не очень хороший подарок, и давай его там разбивать, там, да, или там хотеть лучше. То есть и мы хорошо живем, наслаждаемся жизнью, пока мы не видим, что у кого-то лучше. Но, и, естественно, вопрос, да, если бы эти работники, они не увидели, вот хозяин бы так просто, ну, втихаря бы раздал бы, как бы, там, да, денюжку. Как бы, роптали бы они, чтобы они не видели? Да нет, они, каждый договорился за, ну, ты знаешь, за что ты работаешь, но они увидели, что больше, поэтому, как бы, начали роптать. Вот, и я доволен, что я имею до тех пор, пока я не посмотрю на другого. И пока мы будем сравнивать себя с другими, мы будем недовольны. Нам нужно научиться жить своей жизнью. Почему так, ну, мы так склонны всегда смотреть, что у кого-то? Но на самом деле, я думаю, что у нас есть все необходимое. Мы точно, я знаю, родились там, где мы должны родиться. Мы живем там, где мы должны жить. Мы имеем то, что мы должны иметь. Я знаю, что Господь, Он даст и больше. Но пока мы, вот, живем, как бы, своей жизнью, все хорошо. Как только мы начинаем оглядываться по сторонам, тут же же мы теряем, как бы, ну, вот, свой такой вот, как бы, фокус, ну, нашей жизни. И думаем, что вот все-таки у кого-то жизнь лучше. Ну, ну, я не знаю, вот, ну, приходят такие мысли, что кто-то живет лучше. Ну, вот, так тихо, я думаю, может быть, этот, может быть, не приходит, поэтому я спрошу. Может быть, ну, я только такой, знаете, это. Конечно, приходит, что кто-то все-таки живет лучше. Вот как-то, не знаю, как-то так вот все так создано, что все-таки вот на чужом огороде огурцы как-то вкуснее, да? Вот не знаю, вот почему-то как-то вот, да, вот так, как-то все так создано, что все-таки поинтереснее, вкуснее. Даже у кого-то борщ, ну, не такой, как у тебя. Хотя у тебя тоже интересно, но там вот с каким-то такой кислинкой такой интересней. Ты думаешь, а какой же рецепт интересный? У меня не такой борщ или там что-то еще. Поэтому вот нам как бы, ну, это, в принципе, неплохо, но в какой-то степени. Хорошо. Итак, первый момент это, когда мы, ну, завидуем. Ну, есть такое немножко, да? То есть там с айфоном, может, не с айфоном, там еще чуть-чуть с другим, но есть такое. Второй момент это сплетни. Что такое сплетни? Это новости, которые мы услышали не от первого лица, может, можно от второго или от третьего лица. Это одна такая истина. Это новости, которые нас не касаются. Это вторая истина. И третья – это новости, в которых мы не разобрались. Ну, бывает такое, да? Ну, например, там что-то услышал там о ком-то, да? Там что кто-то там, допустим, негодяй, там, подлец. Вот. И ты все, ты уже в теме, ты уже в этом деле. Давай как бы это вот. А кто сказал о том, что ты такой? А не знаю, там, тетя Маша сказала. Идешь к тете Маше, она говорит, да нет, это сестра там Клава сказала. То есть, ну, кто-то сказал, и ты уже в этом как бы участвуешь. Как вот, допустим, в Фейсбуке, да? Вот. Мы так любим как бы это вот, ну, в этом участвовать. Там какая-то новость вышла, да? И ты сразу же, ну, даешь такой правильный ответ. Как должно быть правильно? То есть, не разобравшись, услышал о третьего лица. И где-то, по сути, оно, возможно, меня не касается. И ты в этом не разобрался. Не, ну, конечно же, если, допустим, тебя это касается, и к тебе подошли и сказали, то есть, ну, что есть такая-то там проблема. Конечно, ты старайся, ну, разобраться. Потому что, ну, в каком-то обвинении, ну, не всегда виноват один человек. Может быть, виноваты двое, а может быть, трое, да? И для того, чтобы все-таки сделать такое утверждение, высокое правильное утверждение, нужно, ну, разобраться, как минимум, правильно? Нужно разобраться. А не разобравшись, мы можем просто усугубить, как бы, ситуацию. И интересно, что в притчах 16 главе есть такие слова, что склочник всегда причина ссор, а сплетник разрушает дружбу. Вы знаете, что, как, ничто так не разрушает дружбу, как и отношения, и жизнь общины, как, ну, как сплетни. То есть они очень, то есть, это, во-первых, фактор, который отвлекает тебя, просто отвлекает тебя от того, что, где я должен быть и что я должен делать. И он разрушает, сталкиваются, сталкивают друг другу лбами, и тот не знает, кто прав, кто виноват, кто-то третье лицо сказало, а мы ссоримся, а потом через время мы когда разбираемся, что на самом деле тут вообще нет, нет вообще виноватых. То есть или виноват совсем вообще, совсем, как бы, ну, другая, как бы, другой факт виновности. Поэтому, что, как сплетни, они разрушают, разрушают дружбу, разрушают отношения, разрушают общину, когда пытаются сталкиваться с лбами. И это, ну, одна из таких моментов, ну, не очень таких хороших. И вот интересно, что такая сплетня, она чуть-чуть пробежалась или услышалась именно об, когда Петр разговаривает, ну, с Ишуа. Я ее не зачитал, но сейчас зачитаю. И тут такие слова. И пронеслось, это написано тоже Иоанна, только чуть-чуть там ниже, и пронеслось это слово между братьями. А что именно пронеслось? Кто-то услышал. Что ж там пронеслось? Что ученик тот не умрет. Но Ишуа не сказал ему, что он не умрет. То есть интересно, да? То есть кто-то услышал, что Иоанн, он не умрет. И думаешь, ого, как это, как это так, что он самый особенный или самый крутой. А как же ж я? А почему я? Но Ишуа не сказал, что он не умрет. Если я хочу, чтобы он прибыл, пока придут, что тебе до того? И мы знаем, что между учениками в ранней церкви создалось впечатление. Даже, возможно, такое учение, что Иоанн увидит возвращение, но Господа. И когда Иоанн умер, и Господь не пришел, то, конечно, у них создался эсхатологический кризис, что-то произошло. Потому что где-то что-то кто-то услышал. Но Ишова это же не говорил. Просто пронес такой слух. Возможно, там, да. Вот. Поэтому сплетни – это не очень такая хорошая штука. И третий момент, который уводит нас от Господа – это самооправдание или сравнение себя с другими людьми. Это Лука, 18 глава, 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и унижали других». Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей сказал, стал молиться сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как все прочие люди, грабители, обидчики, тунеядцы. Я просто вообще, я, ну, супер. Пощусь два раза в неделю, в десяти минут. Все. То есть это просто памятник при жизни можно поставить. Это я так добавляю чуть-чуть. Так. «Из всего, что приобретаю, мытар же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом более, нежели тот, ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя, как там, возвысится». И главный посыл, ну, этой притчи – это не превозноситься, не возвышаться. Тогда не будет такого синдрома, как превосходство над другими. Конечно, я не говорю о том, что мы, знаете, есть другая крайность, когда мы говорим о том, что «да я никто», «да зовут меня никак», «мне ничего не получится в жизни», «да вообще я самый-самый, как этот, самый младший там в семье». Нет, то есть это другая крайность. И, конечно же, знаете, очень важно все-таки, ну, говорить в свою жизнь о том, что у меня получится, я все смогу, я все… Знаете, у нас была такая история, мы однажды поехали на речку со своей семьей, дети еще были помладше, и младшая дочь, там нужно было прыгать с берега, то есть ты разбегаешься и прыгаешь с берега в воду. Вот. И вот все прыгали, а она, ну, боялась прыгать. Вот. И вот я говорю, слушай, и она подбежит туда и боится. Вот. И потом она говорит такая сама в себе, она еще немножко так, ну, разговаривала, там чуть шепелявила, шепелявила, и она говорит, «Я не боюсь!» И так пять раз, «Я не боюсь!» И раз, и прыгнула. Поэтому это нормально, когда мы, знаете, говорим в свою жизнь о том, что мы не боимся, мы сможем, у нас получится. Потому что с нами, с нами Господь. Он дает нам силу, Он дает нам вдохновение, и, то есть, низкая самооценка, это тоже нехорошо. Конечно, она, возможно, возникает там, ну, когда там, может быть, в детстве, там тебя обижали, тебя оскорбляли, потом, может быть, родители тоже говорили, «Да ты никто», там, или «Ты ничто», и так далее. То есть, не, Господь, Он наоборот говорит, что «Ты мое возлюбленное дитя, у тебя все получится, все будет хорошо, у тебя все выйдет, и у тебя все сложится». Поэтому есть как бы другая, ну, конечно, есть и другая крайность, когда ты говоришь, «Ну, я вот, никто не сделает так, как я сделаю». Ну, вот, ну, никто не сделает. Я вот так сыграю, кто вот, ну, никто не сыграет. Или я так спою, кто никто не споет. Или я так сделаю это лучше, чем другой кто-то сделает. Вот, ну, и, конечно же, я, знаете, как, интересно, как себя возвысить, как люди, бывает, себя возвышают, это найти, кто немножко похуже, и на фоне этого человека, как бы, ну, я же не такой, как вот этот вот, который там шипелявит, плохо поет. «Я вот сейчас, скажите мне, я сейчас это лучше сделаю». То есть и, но эта притча, она говорит о том, что есть очень такой баланс, то есть не возвышаться, то есть, да, то есть, ну, не ставить, как бы, себя выше других. И почему это так? Потому что, на самом деле, я буду завершать свое слово, иногда мы, есть разные факторы, где мы оглядываемся по сторонам. и, на самом деле, Бог есть кто, тот, кто дает, на самом деле, очень верную оценку. Даже тому, кто, может быть, ну, на наш взгляд, не такой, как, допустим, я, который стоит на сцене, рассказываю. Бог дает оценку. Иногда наша оценка, она, по большому счету, она всегда, да, мы можем, мы должны смотреть на жизнь человека, на его дела, но иногда наша оценка, она не верная, ну, неправильная, потому что Бог, он оценивает. Знаете, иногда бывает, что ты смотришь на этого человека и думаешь, этот человек ни за что к Богу не придет. Ни за что. А вот этот человек, он придет, он учится хорошо, он послушный там, помогает, но потом смотришь, я просто говорю, как бы реальные, ну, жизненные истории, ну, реальные, непридуманные, когда ты думал, что этот человек, он точно к Богу не придет, а этот придет. И вы знаете, что получилось совсем наоборот? Ты узнаешь, что человек, который казался он хуже, он пришел к Господу. Поэтому иногда наша, как бы оценка, она нас подводит, она неправильная. Но на самом деле, это то, что уводит нас от Бога. Мой посыл, смотри на Бога, «Не оглядывайся по сторонам». И эти все вещи, они уводят тебя от Бога, уводят тебя в сторону. Зависть, самооправдание, превозношение. то есть очень много факторов, которые отвлекают нас от Господа и от нашего призвания смотреть на Господа. что у кого-то лучше жизнь, кто-то более состоялся в жизни. А в моей жизни как-то все так серо, одинаково, все как-то так ровно идет. Но это отвлекает. И часто мы разочаровываемся в тех, иногда за кем мы идем. «Но Господь на все вот это Он говорит слова, что тебе до тех, кто вокруг тебя. Ты смотри на меня. Ты смотри на меня». Почему? Потому что у каждого из нас, я верю, что у каждого из нас Бог приготовил свой путь. Да, я не говорю о том, что, знаете, мы должны, ну, как бы, чтобы вы правильно поняли, Писание говорит, что мы помогали друг другу и носили времена друг другу. Мы должны заботиться друг о друге. Заботиться, но не наблюдать и потом делать оценку. Бог, Он делает свою оценку. Написано, что каждый человек, Он перед своим Господом падает и встает. Не мне делать оценку, не мне определять, брав Он или виноват. И, конечно, мы должны, ну, смотреть друг за другом. В этом плане мы должны смотреть друг за другом. Помните, когда ситуация с Каином и Авелем, когда Господь задал вопрос Каину, где брат твой? Он говорит, а что мне, что он, сторож? как бы, да, но умнее. То есть, ну, мы должны, помогая друг другу, мы должны заботиться, но не делать никаких оценок, потому что это уводит нас от, действительно, от нашего призвания. и что я хочу сказать, что для каждого из нас Бог приготовил свой путь, и этот путь, он прекрасный. Он другой, чем путь, который у Иоанна, когда Петр сказал, а он что? А Иоанн говорит, что тебе до него? У тебя есть свой путь, у тебя есть своя жизнь, у тебя есть свое призвание, у тебя есть своя ответственность, и она прекрасна. Твоя жизнь, она прекрасна. Твое призвание, оно прекрасно. И это очень важно. И оно не менее, не менее значимо, и не менее важно того, кто стоит на сцене, возможно, или играет на гитаре, или у кого, может быть, кто-то живет в другой стране, у него огромный бизнес, он процветает. Твоя жизнь, она не менее значима и важна, потому что это твоя жизнь, это твой путь. Мы не должны жить чужой жизнью, и мы не сможем жить чужой жизнью. Мы можем попытаться, знаете, мы можем симитировать, как живут другие. мы можем попытаться разговаривать, да, мы должны равняться на тех, кто делает какие-то успехи, но жить их жизнь мы не сможем, потому что у нас есть наша жизнь, которая от Господа, которую Бог определил. У нас есть наша семья, у нас есть наши братья и сестры, у нас есть наши родные и близкие. И это очень важно. И почему наша жизнь, она намного прекрасней и полна красок? Потому что, знаете, ничто в этой жизни не вдохновит нас так, как на наш путь с Господом. Когда мы слышим достижение других людей, оно вдохновляет. Но когда мы сами проходим какой-то путь, да, когда мы сами рассказываем свою жизнь других, это очень сильно вдохновляет. и ничто не может вдохновить никакое, ну, не чужое свидетельство, хотя оно важно, мы смотрим и мы вдохновляемся. Но на самом деле очень сильно и больше всего нас вдохновляет наше светое. Ну, правда? Когда мы можем сказать «Я прошел этот путь, Господь здесь мне помог, Господь здесь меня вытащил, Господь здесь меня укрепил, я стоял на грани срыва, но Бог помог мне пройти этот путь, эту долину, ну, темную долину. И ничто, как твоя личная жизнь, твое свидетельство вдохновит тебя идти дальше. Ничто, как твоя жизнь, она поможет тебе и даст тебе силу идти дальше и исполнять Божие призвания. Поэтому очень важно не оглядываться, не сравнивать себя с другими. Мы можем сравнивать, но оно не приведет к результатам. Все равно мы вернемся к своей жизни, потому что у нас есть свое призвание от Господа. у нас есть тот талант, который Бог дал. У нас есть то место, где мы будем служить и где Бог нас видит. да, мы можем смотреть на жизнь других людей, на их успехи, на их падения, но у нас есть наш путь, и мы не должны стесняться и бояться. И Иногда люди убегают от себя. Они бегут. Они бегут, возможно, в другой город, в другую страну. Они бегут в другую церковь. Они пытаются бегать. Это называется бегать от себя. Бегать от своей жизни. но ничто так не вдохновляет, как тот путь, по которому ты идешь. Я это убедился. Знаете, что мне позволяет и вдохновляет идти за Богом? Моя жизнь. Да, есть много жизней, которые мы смотрим, как они проходили свой путь, но моя жизнь, мое личное отношение с Богом, мой путь, это тот инструмент, это та дорога, которая действительно будет все-таки помогать тебе идти за Богом. И она прекрасна. Она другая, но она прекрасна. И она полна тоже Божьих красок. Поэтому нам нужно посмотреть на свою жизнь с другой стороны. Совсем с другой стороны. слава Богу, что у кого-то получается. Слава Богу, что у кого-то 12 айфон, а может уже, по-моему, 13. Слава Богу, что кто-то стоит на сцене, играет, у кого-то может быть что-то развивается. Слава Богу, но у меня тоже будет не хуже. у меня тоже будет не хуже, потому что Бог, Он контролирует твою жизнь. И если Бог дал тебе родиться на этой земле и поместил тебя в том месте, где ты находишься, дал тебе родных, которые есть у тебя, я верю, что Бог даст тебе, Он уже запланировал судьбу. Знаете, есть выражение судьба от Господа. И она от Господа, когда ты будешь идти твой путь. И Он будет благословенным. Поэтому давайте мы помолимся. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты каждому из нас Ты определил наш путь. У каждого из нас есть свой путь. И Он не менее важен, и Он не менее нужен, и Он не менее прекрасный. Потому что это тот путь, который Ты определил для каждого из нас. Боже, и дай нам посмотреть на свою жизнь, на свое служение, на свою семью другими глазами, как Ты видишь, Господь. Боже, дай нам просто смотреть на Тебя и доверять Тебе свою жизнь, зная, что мы находимся там, где нужно находиться, и мы делаем то, что нужно делать. Боже, и мы знаем, что никак больше нас не вдохновляет наша жизнь и наше служение, наша жизнь Тебе, то, как мы живем, как Ты помогал нам проходить любые трудности, препятствия, как Ты вдохновлял нас, учил, поднимал нас, Господь. и пусть это станет фундаментом нашего вдохновения. Боже, отношения с Тобой только Ты и я не внешние факторы, не внешне, что происходит, но только Ты и я. Боже, спасибо Тебе за прекрасное время, спасибо Тебе за служение, которое я имею, спасибо Тебе, что еще многое-многое, что Ты, что я не имею, но я буду иметь, что Ты приготовил для меня, спасибо Тебе за прекрасную семью, спасибо Тебе за прекрасных детей, спасибо Тебе за прекрасную работу, за прекрасное служение, спасибо Тебе за прекрасных друзей, которые окружаются, окружают меня спасибо тебе за прекрасный год в котором я живу за прекрасную страну за прекрасную общину боже спасибо тебе за прекрасную жизнь в тебе которая состоялась и которая позже еще будет состояться потому что ты ее благословляешь я благодарю тебя за мой путь за мое призвание за мое отношение я благодарю тебя позже дай мне смотреть на тебя пусть ничто в этом мире не отвлекает меня от твоего призвания потому что она прекрасна это то что пришлось небо то что ты дал спасибо тебе спасибо тебе